Всем привет! Всем привет, мои друзья! Меня зовут Сагир Виван, это мой канал Мистер Кэт. И сегодня секреты Скайрима. Как сделать цены максимально выгодно и качаем красноречие. Для начала, друзья, вы должны прийти в город под названием Фолкрит. Вот он. Вот он недалеко от камней-хранителей. Здесь вы должны найти кузнеца. Но, помните, у вас обязательно должен быть 10 уровень. Потому что квест начинается только с 10 уровня. Подходим. Тебе не попадался пёс на дороге? Такой красивый, сильный зверь бродит вокруг города. Нет, не попадался. Есть там один на дороге. Гоняться за ним мне не досуг, но мне бы пригодился такой верный и злобный зверь. Если захочешь его поймать, я тебе дам свежего мяса, чтобы приманить его. Угу. Окей. Хорошо. Если поймаешь, заработаешь немного золота. Вот тебе мясо на приманку. Поищи на дороге около города. Спасибо. И у нас активируется квест. Давайте я сейчас поставлю маркер. Задания разные. И вот. Найти собаку. Она тут совсем недалеко. Нам просто нужно пойти по дороге. Поехали. И вот, друзья, мы его встречаем. Вот тебя-то мне и нужно. Ты меня искал? Собака разговаривает. Да. Ты прекрасно подойдешь. Видишь ли, меня зовут Барбас. И у меня есть одна проблема, которую ты, как мне кажется, без труда решишь. И какого рода помощь может потребоваться собаке? Мы с хозяином слегка рассорились. Начали спорить однажды и несколько увлеклись. Он выпинул меня прочь, пока я не найду кого-то, кто уладит наш спор. Я рассчитываю, что это будешь ты. Вроде не сложно. Давай найдем его. Спасибо. С тех пор, как он меня прогнал, Вайл здорово ослабел. Он больше не может проявляться вдали от своих святилищ. Насколько я знаю, в пещере Хеймара у него есть поклонники. Там мы сможем с ним поговорить. Если все получится, обещаю, ты получишь награду. Вот. Только не доверяй никаким его предложениям. Ясно? Ясно. И у нас активируется квест. Теперь нам нужно просто-напросто следовать. За ним. И вот пещера Хеймара. Вот мы ее находим и зачищаем. Давайте я вам покажу на карте. Не, находится. Текущая локация. Но помните, друзья. Помните, что эта пещера очень сложная. Тут обитают вампиры. Вот мы дошли. Вот мы дошли до конца этой локации. И здесь встречаем вот такой вот памятник. Гав. Гав. Помнится, он лежит в морозной пещере. Барбас тебя отведет. Кто знает, он может даже заслужить право и вернуться ко мне. И теперь, друзья, обращаемся к Барбасу. Что за история связана с топором скорби? Одна из шуточек Клавикуса. Мама по имени Себастьян Горф была дочь, поклонявшаяся Кирсилу. Когда она превратилась в веру Вольфа, Себастьян обезут. Он не мог видеть, как его маленькая девочка становится диким зверем. Мак хотел на не способ освободить дочь от проклятия. Клавикус дал ему топор. Угу. Хватит, иди за мной. Хорошо. Встретимся позже. Следуй. Иди вперед. Теперь, друзья, отправляемся за топором. Теперь, друзья, мы отправляемся в морозную пещеру. Ну, мы просто бежите до Вайтрана, нанимаете тележку. Дай солитью, да, а тут пешочком. Недалеко. Зачищайте ее. Тут будет один мощный, мощный мах. Это Себастьян Лорд. Так что будьте готовы. И здесь, вот здесь будет лежать этот самый артефакт. Это топор скорби. Между прочим, можно не выполнить этот квест. И неплохо так с ним бегать. У него урон 24. Для начальных уровней это очень неплохо. И отнимает 20, не запасила для воина. Это незаменимое. Но почему-то мне кажется, что он еще наносит дополнительный урон Вервольфам, друзья. Потому что по истории как бы должно. Надо бы как бы проверить. Очень интересно. Ребята, проверьте, напишите. Пожалуйста. Ну что, теперь с этим артефактом мы возвращаемся к Лавиусу. Возвращаем. Возвращаем топор. Мы вернулись, выполняя свою часть уговора. Да, ладно. Бери мою милость и довольствуйся тебе. Да. В любом случае у меня будут еще сделки поинтереснее. Давай сюда. Есть. Маска Клавиуса Вайла. Это то, что нам и нужно было, друзья. То, что нам нужно было. Для того, чтобы прокачать красноречие. Быстро, быстро, быстро. Смотрите. Одежда. Это уникальная тяжелая броня. Неплохо, да так? Доспех 30. Обалдеть. Цены выгодны на 20%. И прибавляет 10 к красноречию. Маги восстанавливаются на 5% быстрее. Вот такой вот. Уникальный. Уникальный у нее вид. И зачем же мы ее забирали, друзья? Едем дальше. Я сейчас нахожусь недалеко от Рифтона. Ну, мы также бежим в Айтран, Конюшни или... Быстрое перемещение. Отправляемся в Рифтон. И здесь совсем недалеко. Но вот, видите, локация. Здесь у нас... Вот такой вот скелетик отдыхающий. И... Святилище Зенитара. Что оно нам дает? Оно нам дает 10%. На 10% мы покупаем вещи выгоднее. И еще, друзья. Есть амулет Зенитара, который добавляет плюс 10. Плюс 10. Цены выгоднее. И считаем. У нас получается амулет. У нас клавику с 20. И благословение. Но оно, по-моему, работает только на 7 часов. Но, тем не менее. Да, на 7 часов. 40%! 40% к ценам. Ладно. Это чисто такой лайфхак. Как на первых уровнях. Самые выгодные цены получить. Есть, конечно, еще капюшон темного... Темного вора, по-моему. У него 25%. И одежда шута. Насколько я помню, у него тоже к торговле. Но красноречию нет. Если есть еще какие-то вещи, обязательно пишите. Едем дальше. Качаем красноречие сейчас. Теперь, друзья, мы отправились далеко в горы. Далеко в горы. Нанимаем тележку и едем в Винтерхолд. Здесь недалеко есть святилище Азуры. Берем квест. Связан с ней. Теперь, друзья, не ждем. Отправляемся обратно в Винтерхолд. Да, нужно обязательно, обязательно взять этот квест. Я не просто так брал маску Клавиуса. Пристали. А, десятый уровень. Хорошо. Вот у нас местный паб. Замерзший очаг, друзья. И нам нужно пообщаться с темным магом. Друзья, он нам и нужен. Почему я брал маску? Да потому что она нам добавляет красноречие. Которое нам просто необходимо, если вы хотите на первых уровнях прокачать себе классное красноречие. Насколько я помню, еще бритонцы обладают враждебным красноречием. Это плюс пять. И норды. Ну, если я ошибаюсь, то поправьте меня. Теперь смотрите, что нам нужно делать. Одеваем маску Клавиуса. Сохраняемся. И самое главное, смотрите за моим движением. Мои дни в коллегии давно прошли, но я предпочитаю все-таки не уезжать далеко. Между мной и Дагуром полное взаимопонимание. Он обеспечивает мне уединение, а я стараюсь, чтобы его таверна не взлетела на воздух из-за неудачного эксперимента. Я ищу эльфийского мага, который изучает звезды. Кто тебя послал? Коллеги? Ярл? Мы же договорились, что вопросов больше не будет. Смотрите, друзья, теперь вы просто выбираете угрозу. Без маски угроза не срабатывает. С маской она срабатывает, ну, бывает, честно говоря, даже не срабатывает. Когда вы ее нажимаете, вы резко берете и отходите от персонажа. Смотрите. Не надо, успокойся. Я все тебе расскажу. Все, угроза сработала и... Только быстро. Опять. Кто тебя послал? Коллеги? Ярл? Мы же договорились, что... Не надо, успокойся. Я все тебе расскажу. Поняли движение? Кто тебя послал? Коллеги? Не надо, успокойся. Я все тебе расскажу. Я больше не... Кто тебя послал? Коллеги? Не надо, успокойся. Красноречие 20, друзья. Красноречие 20. И давайте я сейчас реально прокачаю его до 100. До 100 в быстрой перемотке. Вот так вот. Вот так вот, друзья, мы и докачали до соточки. Ну, время это, конечно, занимает нормально. Где-то полчаса. Но все равно. Где вы еще так прокачаете красноречие? Правильно. Красноречие очень долго качается. Смазка это 110. 110 красноречие просто на изи, друзья. Просто на изи. Если есть какой-то еще способ, то пишите. Но мне кажется, лучше этого просто нет. Да, это бах, но я вам рассказал за самую быструю прокачку. Другие способы. Вы просто берете маску, с ней будет все равно проще качаться. Потому что она влияет на запугивание с ранних уровней. Это очень сильно, очень сильно качает красноречие. Ну и плюс цены. Цены стали намного выгоднее. Все, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и комментируйте. Спасибо вам. Спасибо и пока. Спасибо.